Вязание мы всегда начинаем либо со схемы, либо с выкройки и, естественно, с определения размеров. Самое первое, что я сделала, это петельную пробу нашего образца. Сделаю образец для вязания петельной пробы. Видите, насколько у меня петель и рядов в одном сантиметре. Это мне нужно для расчета. В уголочке, обведенный в кружочек, это плотность, на которую я буду вязать. Это очень важно. Если вы отличаетесь, вы уже не забудете. Вот такие вот пометки всегда оставляйте, когда вы вяжете какую-то вещь. На этом листике мы сейчас с вами распишем все наше вязание, чтобы не запутаться. И, соответственно, вот эти вот вещи очень важны для того, чтобы мы не забыли, не потеряли их на будущее и на ближайшее время, чтобы не отвлекаться и не потерять всю эту информацию. Привыкайте всегда записывать в каком-то определенном месте, как какую-то систему записи вести. У меня в кружочке написана плотность, рядом всегда петельная проба. И дальше я могу делать уже любые расчеты и любые схемы. Теперь решаем, что мы будем вязать. Вяжем мы топик. Топик летний, легкий. Вискоза с хлопком, замечательный материал, очень легкий. Так, определяемся с размером. У меня размеры маленькие, 80 на 30. То есть, поскольку я делаю сейчас половинку выкройки, схемы, получается, что моя выкройка будет 40 см на 33. Но 33 это максимально, потому что у меня вот здесь будут уголки. Поэтому 33 это до уголочков. Без уголков где-то у меня получается 26 см. 26 см до уголков. Поэтому получается 40 на 26. Уголочки я буду вязать не от самого края. 2,5 см прямая линия, после этого идут уголки. Уголки идут, само собой, посередине. Вот так вот это как-то выглядит. Вот, сейчас перерисуем. Сейчас я сначала рисую, что же я хочу. Вот так вот это будет выглядеть. Мне достаточно вот этой четвертинки для расчета. Спинку я могу считать на этой же самой части, потому что если я буду вязать спинку прямым полотном сзади, то я вяжу вот эту часть. И все. Если же я буду вывязывать какие-то маленькие уголочки, все тоже совершенно нормально и реально, я тоже воспользуюсь этим же расчетом. То есть все просто. Итак, петельная проба. 40 см умножаю на 3,08 количество петель в 1 см. Получаю, что мое вязание будет 120 петель. Можно немножко округлять. Поскольку вязание симметричное, лучше, чтобы количество петель было четным. Так мне будет проще, потому что мне здесь уголки рассчитывать, середину находить. Лучше я буду вязать относительно средней платины и количество петель четное. 120 петель. 26 см укругляю 100 рядов. То есть набираю 120 петель и совершенно спокойно вяжу 100 рядов. Ни о чем не думая. После этого закрываю 8 петель. И здесь 8 петель, соответственно. И вывязываю уголочки частичным вязанием, как ляжет. 30 рядов. Все. Топик маленький, аккуратненький. 100 рядов провязываю. В течение 30 рядов сколько закрою, столько закрою. Если у меня здесь останется прямой уголок, очень даже хорошо, потому что я к нему замечательно приделаю лямочку. Уголка не останется, будет тоненькая лямочка. Уголок останется, будет толстенькая лямочка. Все замечательно, все делаем по месту. Не делаем какие-то ужасающие расчеты. Все, все, все просто. Мне главное вот это. Вот расчет петельной пробы и разброс по сантиметрам. Топик не требует суперской выкройки, если, конечно, не нужны выточки. Это топ на такую достаточно стройную фигуру, которую выточки не требуются на стройных девушек. Если есть нюансы фигуры, выточки, животы, там вот это все, тогда, само собой, топик будет немножко другой. Но сегодня мы вяжем вот такую простую, на ребенка, на девушку. И подготовительная работа вот такая. У нас будет очень интересное начало и конец вязания, подходящие для тонких-тонких вещей. Здесь не уместны никакие толстые подгибки, какие-то обработки, планки. В таких вещах это не делается. Это очень утяжеляет и, ну, нехорошо. Поэтому мы сейчас будем применять очень необычное начало и окончание работы, которое не утяжелит и в то же время очень хорошо украсит наше изделие. Так, берем машину и начинаем работать. Вот у меня 120 петель, выдвинутые иглы. 120 игл по моему расчету. Теперь такой нюанс. Если, вот у меня совершенно простая машина, я начинаю вязать так, как я сейчас начну. У вас, если хорошая машина, дорогая, современная, которая вяжется оттяжками, вы вяжете бросовую нить. Набираете бросовую нитью 15-20 рядов, провязываете, вешаете грузики, само собой, все как обычно. То есть я начинаю без обвития, без бросовой нити, вы начинаете с бросовой нити, потому что иначе ваша машина не провяжет вообще никак. Поэтому вы провязываете бросовой нитью. Я вяжу так. Крючок, рабочая нить. И начинаю делать косичку. Вы делаете косичку по бросовым нитям. Я делаю косичку по просто выдвинутым вперед иголочкам. Выдвигаете все-все-все иголки вперед. Так, запуталась. И делаем косу. Косу, обычную, которую мы закрываем. Косу обычную, как мы делаем начало вязания косичкой. Захватываем петельку и начинаем обвивать иголочки. Пару раз захватили две нитки. Можете оставить ее. Этот хвост, он уже никуда не денется. Тащить и утяжелять вот так за собой не надо долго. И делаем набор косичкой на все свои 120 игл. У вас, конечно, количество игл будет другое. У меня 120 игл по моему расчету. Петелька захватили. Взяли, захватили петельку, протянули под иголочкой, вышли на другую сторону. Обвели каждую-каждую иголочку. Ничего сложного тут нет. Делаем вот эту операцию до конца ряда. Самое простое начало косичкой. До конца ряда. И теперь, когда мы дошли до последней иголочки, мы дошли до нее, видите, петелька у меня все еще, вот последняя игла, петелька у меня все еще на крючке. Одеваю на последнюю иголочку, чтобы не потерять ее. И делаю то же самое. Обратно захватываю петельку, просто вот петля одета на последнюю иголку, захватываю ниточку, вот рабочую, провожу ее под иголкой и пошли второй раз делать набор косичкой в обратную сторону. Вот такая вот операция. Два раза мы делаем косичку. Она висит. То есть, ваша бросовая ниточка продолжает оставаться на своем месте. И два раза делаем косичку. Набор косичкой. Очень пока все интересно и непонятно. Главное не затягивать. Если у вас косичка не получается ровненькая, аккуратненькая, потренируйтесь сначала. Главное здесь не тянуть, но и провисы тоже не нужны. То есть, коса должна быть ровная, все звенья должны быть одной длины, ничего не натянута. Если вы перетянете косичку, у вас будет затянутый край. Если она у вас будет слишком жидкая, у вас все это будет болтаться. Поэтому смотрите. Тренируемся на каких-то бросовых ниточках, отрабатываем эту операцию. Она очень важна. Это я говорю для тех, кто еще не освоил косички. Эти закрытия, открытия. Потому что закрытие косичка у нас в основном идет. Это самый лучший край. Он плотный. Не дает растягиваться краям. Если на сшивание идет, вообще замечательно. Потому что когда у нас идут плечевые швы, например, тяжелых изделий, закрытые косичкой, этот край косой, закрытый, не даст растягиваться плечам. Это очень важно. Да и вообще косичка достаточно самый быстрый способ. Вот, как мне кажется. Так, закрываем вот этой вот косой, второй косой до конца иголок. До последней иголочки. Закрываем и одеваем петельку на последнюю иглу. Все. У нас сделан набор. После того, как мы набрали две косы, делаем такую вот очень интересную операцию. Берем линейку один к одному, либо руками, либо наборной линейкой. Как вам удобно, как вы делаете. И все иглы через одну убираем назад. В заднее нерабочее положение. Просто вот все иглы берем и... Даже не подвинуть так хорошо. И убираем. У нас остаются иголки через одну в работе. Не в работе, даже впереди стоит. Отмечаю, кто у меня тут остается. И все иголочки через одну просто убираю. Безжалостно вот так. Не жалею никого. Всех убираю. Единственное исключение в этой операции для крайних иголок. Так, сейчас покажу. У меня не должна уйти последняя иголочка. Само собой. Вот она у меня и попалась. Ее я оставляю. То есть у меня остаются две иглы с краю. Все остальные я убираю. Потому что если я уберу последнюю, у меня не будет края. Две, значит две. Ставлю в рабочее положение все иголочки. Так, а сейчас те, у кого грузики, очень внимательно, очень осторожно провязываем на вот этом количестве игол через одну один ряд. После того, как все убрали, бросовая нить у тех, кому она была, продолжает висеть. Грузики оттянуты как следует, потому что сейчас будет провязан на вот этих вот наших наборах косичкой один ряд. На рабочей плотности, рабочей нитью провязываем один ряд на иголках, стоящих через одну. Так, не забудьте счетчик обнулить. У нас пошел... Мы начали считать рабочие ряды. То есть вот этот наш подгибчик, он входит в количество рядов, потому что он тоже занимает какое-то место. Так, ладно, на рабочей плотности провязываем один ряд. Все встали. Провязались, встали. Замечательно. Все провязалось, все у нас очень хорошо. Теперь все просто. Ставим в рабочее положение все иголки. Просто вот так вот берем и двигаем их по всей длине нашего вязания. Подвинули. Кому надо, проверили язычки. Все. Счетчик работает. Один ряд провязан. Провязываем. Вяжем дальше. Все. Мы сделали вот такой замечательный край. Сейчас мы немножко провяжем. Посмотрите, что же это за чудо такое мы сотворили. Машины вяжутся уже легко. Там были накиды. Они провязаны. Плотный край, который не даст ни растягиваться, ни загибаться. И будет держать очень хорошо изделие. В то же время это не планочка. Но отделка есть. Отделка, причем, замечательная, совершенно нестандартная, не избитая. Края нередко применяется, потому что о ней мало кто знает. Все, вяжем наше изделие. Причем вяжем так, как нам удобно. Хотите ажурами, хотите фангами, хотите гладью просто. Вот как вам нравится. Вот то, что вы хотите по нашему расчету. Я провяжу 10 рядочков, сделаю ажурную вставочку, потом будем смотреть дальше. Вы можете точно такую же вставочку сделать. Образец я покажу. Пока я вяжу 10 рядочков до ажуров. Будем с вами рассчитывать ажуры, раскидывать по вязанию. Потому что это тоже очень важный момент. У нас ничего не должно никуда вылезать. И ажуром должно хватить места. 10 рядов и ажур. Провязали 10 рядочков. У меня получился совершенно чудный край филе. Он не утяжеляет, и в то же время он создает совершенно замечательный край. Это то, что нам нужно. Утяжелять не надо, край нужен. Вот самое то, что нужно для вот таких вот легких и воздушных вещей. Теперь вяжем рисунок. Вот у меня есть раппорт. Раппорт на 12 петель. У меня 120. Казалось бы, все замечательно, все здорово, но нужно определиться. У меня есть середина изделия. Я специально выравнивала 60 и 60 петель относительно нулевой платинки. Потому что я буду делать уголки. Мне нужно разделить четко вязание, чтобы потом не думала, где у меня середина, где у меня что. То есть при наборе петель для изделия я уже нашла середину, и я уже путаться не буду. Нулевая платина, разделитель. И вот я должна определить, как я буду распределять рисунок относительно вот этой нулевой платины. Он пойдет в стороны, либо середина вот этого рисунка у меня будет середина. То есть сейчас это очень важно, потому что как я сделаю здесь, так я сделаю на спинке. И, кстати, когда я провязала 10 рядов, я записала себе, что у меня на передней части связано 10 рядов. Потому что, к сожалению, все изделие на машину не влезло, я вяжу частями. Спина должна быть абсолютно такая же, как перед. То есть я отметила себе, что 10 рядочков я провязала, с 11 я начинаю вязать рисунок, чтобы я не перепутала. Так. И вот либо у меня нулевая платинка будет началом, этой серединкой между вязанием, либо какая-то из иголочек будет вот середины этой, либо этой середины, либо этой, определяюсь. То есть я распределяю свой рисунок. Если мне не хватает какого-то количества платин, по идее, я могу сбоку даже немножко оставить без ажуров, потому что сбоку идет. Либо сдвинуть мой ажур, то есть на одну петлю меньше сделать. Это тоже возможно. Корректируются практически все рапорты. Я могу сделать просто на одну петлю меньше. Ну и ладно. То есть на одну петлю меньше здесь, на одну петлю выше здесь получится. Все то же самое, только у меня рапорт сократится по размерам. Смотрите, распределяйте, как вам нравится, как вам удобно. Как вы его положите, главное, чтобы он, если половина рапорта идет здесь, точно такая же половина шла по спинке, чтобы мы получили ровное-ровное изделие. Либо мы не доходим до спинки, делаем, как бы заканчиваем рапорт где-то ближе к середине. То есть какую-то часть игла мы вяжем простой гладью. Но и на спинке мы делаем то же самое. Мы можем провязать не всю полосу рапортом, а вот просто какими-то моментами. То есть несколько вот этих вариантов вязания можем провязать. Как угодно, все-все-все допустимо. То есть смотрите, как вы расположите, какой рисунок сделаете. Главное, чтобы не было сбоя при переходе на спинку. Если вы что-то делаете здесь, на спине должно быть все то же самое. Не допускаются никакие перекосы. Поэтому распределяем свой рисунок как удобно, как нравится. Если не влезает, мы корректируем рапорт. Либо берем другой, либо растягиваем, либо сужаем. Все, все можно сделать. То есть убираем, например, два рядочка здесь и увеличиваем серединку. Все прекрасно. Все прекрасно уляжется и будет замечательно. Поэтому вяжем сейчас рапорт свой, вывязываем. И смотрим, что мы делаем дальше. Можно до конца уже довязать гладью, можно до конца связать этот рапорт, ажурную сделать нашу кофточку. Все, все возможно. Вот мы провязали часть полочки. У меня вставлены бусинки в ряд вязания. Сейчас мы с вами сделаем это вместе, посмотрим, как это делается. Есть два варианта. Для машин с ручной прокладкой все очень просто. Мы просто накладываем ниточку и провязываем ей бусины, пропуская между иголочками, а они спокойно нанизываются. Это самый простой способ. И тут затруднений никаких не бывает. Как правило. То есть еще раз повторю, что мы накладываем нитку с бусинами между иголками и просто провязываем вот этой ниткой в качестве рабочей иголки. Бусины остаются между иглами и ввязываются в полотно. Но в основном проблемы возникают с большими каретками, потому что каретка проводит своей частью вдоль игол и бусины будут застревать, то есть она не сможет пройти. Вот бывают такие засады. Поэтому что мы сейчас делаем? Чтобы облегчить, чтобы мои бусины, которые я сейчас буду нанизывать, были видны с лицевой стороны, потому что в основном такие операции делаются с изнанки. Мы с вами сделаем так, чтобы мои бусины были видны с лица. Я убрала через одну иглы в заднее нерабочее положение. Пересадила. Теперь ставлю в работу все иголочки. Даже не в работу, а вперед. И нанизываю на рабочую нить вот эту вот мои бусины. Причем нить должна быть немножко длиннее, чем вязание. Беру бусину просто иголкой и выбираю, какое я буду нанизывать. Нанизываю по числу ажуров, которые я оставила. То есть все петли, которые я убирала, считаю, у меня там получилось 40 отверстий таких. Нанизываю 40 бусин на нить. Чтобы они не убегали в процессе нанизывания, можно завязать такой узелок потолще, побольше, чтобы можно было спокойно нанизывать. Потому что отверстия в бусинок достаточно большие, чтобы они не убегали. Я завязываю узелок и одеваю 40 бусинок. Можно попеременно с каким-нибудь, можно одни и те же одевать, как удобно. Просто нанизываем. Вот мои бусины нанизаны. Теперь очень ответственный момент. Мне нужно закрепить нить с одной стороны, чтобы она не болталась. Я просто выдвигаю иглу, одеваю на нее вязание и оставляю эту иглу. Она мне не будет мешать. Как я теперь нанизываю ниточки. Смысл этой операции в том, чтобы моя каретка не задела бусины. Так, где у меня отверстие? Вот там, где у меня игла стояла в заднем нерабочем положении. Видите, игла пустая, на ней петли нет. Можно опустить. Под вот эту пустую иглу я завожу петельку с бусиной. через следующую петлю я провожу сверху мою бусину. Под пустой через целую. Под пустой оставляю бусину через целую. Причем оставляю так, чтобы бусины болтались. Они свободно висят, только чтобы не были натянуты. Поддерживаю ниточку под пустой через целую. Пускай болтаются как хотят. Под пустой через целую. Все это валяется, болтается как можно дальше, чтобы моя каретка не задела ни в коем случае бусину. Видите, все бусины под пустой через целую, под пустой через целую. Главное не отвлекаться. Здесь очень все так мелко и густо, что отвлекаться нельзя. Под пустой пускай пускай оно болтается. Главное каждый раз вставляйте бусину и до конца доходим. Так вот пропуская нитки так, чтобы бусины болтались. Подправляем их еще, чтобы они не вылезали, потому что поедет каретка, она сшибет их всех. Они должны висеть внизу свободно. Поэтому руками все это поддерживаем. И оставляем после того, как отделили и все бисерины просто висят внизу как можно свободнее, чтобы они только не вылезали наверх. Все, я оставляю вот это вязание вот так на иголочках. Сейчас будем его подправлять. После того, как я вижу, что все бусины болтаются внизу и не мешают, я могу спокойно провязать ряд рабочей нитью. Очень аккуратно, очень тихонько, спокойно я провязываю один ряд каретки, смотря, чтобы она ничего не сшибла и нигде не ступорилась. Очень аккуратно. Бусины болтаются не очень плотно, но у меня есть вот эти хвостики, которые висят с двух сторон. я потом, после того, как изделие уже будет, пройдет тепловую обработку, усядется как надо, после этого я подтяну эти бусины, не раньше. Сейчас я это все оставляю как есть и провязываю дальше какое-то там количество рядов. Продолжаю вязание. Бусины просто-просто висят и пускай висят дальше. Они мне не мешают больше и то, что они очень свободны, подтянем за хвостики. Продолжаем. Видите, получается, что у нас бусинки очень аккуратненько торчат с лицевой стороны, то есть они просто уходят на лицо. Мы сделаем такую операцию по ввязыванию бусинок в третий раз. У меня получится три ряда серебряные бусинки синие бусинки и еще одни серебряные. Беру нанизанную на ниточку бусинки. Ниточка длиннее, чем ряд бусин и начинаю вплетать. Делаю все то же самое. Зацепляю ниточку за иглу, чтобы она держалась, просто не отлетала. И начинаем насаживать. Все то же самое. Поскольку я поставила все иглы вперед, на самом деле они стоят у меня с петлями через одну, потому что вот эти иголочки пустые, на них петель нет. Но стоят они впереди все, потому что мне нужно одеть на тех иглах, на которых есть петелька сверху, на тех иглах, где петельки нет, провожу снизу, оставляю бусину. Вот так сверху, снизу оставляю бусину. И не забываю делать это так, чтобы у меня эти бусины просто болтались снизу. Если бусины будут прямо под иголками находиться, вы не сможете провести каретку, она за эти бусины застрянет. Бусины должны висеть внизу. В конце концов, их можно даже оттянуть грузиками. Но достаточно просто поддерживать рукой, оставляя одну бусинку внизу, вот так вот, оставляя внизу бусинку, там, где у меня нет петель на игле. И для того, чтобы, когда у меня образуется ажур, на том месте, где у меня нет петли, где у меня свободная иголка, в это место вошла бусина. И она прекрасно у меня выйдет на лицевую сторону и будет видна. То есть, это такой секрет, которым как-то не распространенный. Все знают, как делать, обвив бусинами с изнаночной стороны, как сделать так, чтобы любого размера бусина оказалась с лица, мало кто знает. Вот я вам рассказываю. Это большой секрет. Достаточно сделать ажур и поместить эту бусину в него. Причем затягиваем мы бусину уже после того, как изделие у нас пройдет тепловую обработку, потому что неизвестно, как это все сядет. И мы по месту уже подкорректируем длину. По месту уже подкорректируем длину вот этой нити, которая у меня держит бусина. Она тоже ввязана, потому что она проходит змейкой через все иголочки. Потянем просто за кончики и все ляжется просто идеально. Провязали длину до начала убавления. Теперь мне нужно вывезать уголочки. Сначала по расчету я убираю 8 игл. из расчета и делаю уголок от нулевой платинки. Она у меня ориентир половины изделия. Поэтому как я сейчас делаю? Передняя нерабочая положительная я убираю половину игл. Потому что вязать я буду за 2 раза частично вязанием. Вот эти иглы я сейчас буду вывязывать уголок. Провязываю один ряд это нулевая платинка. Провязываю половину игл как раз. Вот эти иглы стоят в переднем рабочем положении. Обнуляю щечек, чтобы я не знаю сколько точных рядов провязала. Провязываю один ряд. Теперь с этой стороны я должна убрать по расчету 8, 2, 3, 4 игл из работы. На них уголок вывязываться не будет. Обвиваю иглу стоящую в переднем нерабочем положении здесь вот сверху и провязываю один ряд. Не провязывая естественно под мопр. Провязываю на иглах стоящих в рабочем положении. Прекрасно. И теперь я дошла до того момента, когда я буду убирать иголочки по одной, по две, как угодно, насколько я хочу высокий этот уголок. Он мне очень высокий не нужен. Я могу убирать по две петельки за один раз. Но я запоминаю, потому что у меня вторая сторона будет совершенно симметричная. Я должна выйти на то же количество петель и рядов. Поэтому убираю по две иголочки каждый ряд. Раз, два у меня было провязано. С третьего ряда я начинаю убирать по две иглы. Раз, с этой стороны. Теперь с этой ставлю вперед две петельки. Два. Провязываю. три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Идет что-то это очень быстро. Поэтому сейчас буду убирать уже по одной иголочке. Записываю себя, что шесть. Раз я убрала по две петли. шесть раз по две. И дальше начинаю делать то же самое, только убираю уже по одной иголочке. Частичным вязанием вывязываю уголок топика. топика. Все просто очень просто. Вывязывать можно не до остренького краешка. Я уже говорила. Не обязательно это делать. потому что мы еще должны сделать лямочку, которая будет держать все это на плечо. и так далее. Довязали до шести иголочек. На таком цвете серебристом серебряные иголки просто не видны. Поэтому видите, здесь у меня шести иголок нет. Шесть иголок не работали. До шести иголки теперь должна вывязать уголок с другого края. Поэтому не будем обрывать веревку. все вывяжем единым полотном. Поэтому ставим в рабочее положение все иглы, которые у меня были убраны в переднее рабочее положение с левой стороны. И провязываем полный ряд. ставим в переднее нерабочее положение правую сторону. Вот она. И теперь делаю все то же самое с левой стороны. Провязываю один ряд, обвивая иглы, стоящие в переднем нерабочем положении. Дохожу до них. Выставляю вперед 8 иголок с краю. 1, 2, 3, 4. Провязываю один ряд. И начинаю делать у бабочки по 2 петли. 2 иглы. 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь по одной иголочке делаю то же самое убираю по одной игле. Видите, одну иголочку выдвигаю теперь. обвиваю ее снизу и выдвигаю одну иголочку с правой стороны до тех пор, пока у меня не останется в работе 6 иголок в центре. Вывязали второй уголок до 6 иголок. Теперь ставим в рабочее положение все иглы, которые у нас находятся справа, провязываем один ряд. Получается, что мы вот этим действием, которое сейчас делаем, провязывая один ряд здесь, вот моя рабочая нитка, обкручиваем иголочку стоящую впереди и провязываем один ряд. в рабочее в рабочее положение все иглы, которые у меня остались с этой стороны. Ставим в рабочее положение все иглы, которые у меня остались с левой стороны и провязываем еще один ряд. Этим мы сбили все обкрутки, которые у меня были. У меня ровные петли остаются, которыми теперь я могу делать что угодно. И будем делать вот такой же краешек, которым мы начинали. Филе. Точно так же. Поэтому теперь у меня свободные петли по одной, без обкруток, без всяких у меня теперь свободные петли, на них нет обкруток. ни ажуров, ничего нет. Вот здесь вырезаны уголочки. Я снимаю петли через одну на соседнюю иглу. Делаем край филе такой же, как мы начинали, только теперь мы будем заканчивать. Как начали, так и закончим. Это очень интересно. Нам не нужны толстые края подгибки ни с одной стороны, так и с этой стороны. Очень удобно. Поэтому сейчас снимаем все петли на соседней иголочке, оставляем иглу, через одну в работе. Все остальные в заднее рабочее положение будем делать край филе. И так далее. После того, как мы выставили все иголки в заднее нерабочее положение по всему ряду, то есть через одну иглу, мы по всему нашему ряду вязания выставили иглы, ставим их в рабочее положение. Все иголочки будут сейчас работать. Сейчас мы провяжем один ряд. Ставлю в работу все иглы. У меня такая система, у кого машина сама забирает работу иголки, тем проще. Здесь главный нюанс в том, что нужно хорошенько держать вязание, потому что вот эти мешки, которые у меня образовались в вязании, они могут пытаться сейчас убежать. их может не очень хорошо машина будет провязывать. Так, у меня сейвы стоит в работе по всему вязанию. Провязываю один ряд. кстати, учитывая, что здесь у меня очень большое натяжение будет, я могу плотно сделать побольше. Была пятерочка, ставлю шесть. Это для того, чтобы немножко ослабить верхний край, потому что у меня вот эта часть вязания должна будет вытянеться уголком вверх. И нужно иметь возможность ее вытянуть петлям, которые у меня в натянутом состоянии сейчас. Так, все провязали, на этом вязание закончено, теперь мы начинаем оформлять край. Выдвигаем вперед все иголочки в переднее нерабочее положение. Берем нашу рабочую нить и начинаем делать закрытие по иглам, не снимая их, не закрывая. То есть я делаю край изделие висеть, то есть я не закрываю всего лишь делаю косу ложную набор косичкой через иглы и через вязание. Делаю свободно, главное не натягивать, иначе у меня вот эти уголки, которые я вывязала, не смогут подняться наверх, будут загибаться, это не хорошо. Так, делаю набор косой через все вязание от начала до конца, причем свободненько так делаю, вставляю все висеть на иголках. Вот у меня получается коса, которую я сейчас набрала, и полотно, висящее на иглах. Придвигаю косу как можно ближе к машине, ставлю иглы в среднее нерабочее положение, задвигаю так, чтобы не торчали только кончики закрытые, и закрываю косой уже вместе с вязанием и набранной косичкой. Обязательно закрываем косой, не пересадками, не как-то по-другому. Смысл этого края в том, что мы все делаем косичкой. Снимаем две петли на петлю ловителя, обкручиваем стоящую впереди иглу, и не туго, только не затягивая, потому что я уже говорила, у нас эти уголки должны лежать свободно, они не должны подтягиваться. Но и не даем слабину такую, чтобы все висело. Смотрите, ставим, чтобы было свободненько, но не провисало, это важно, иначе будут мешком. И чтобы все наши петельки были одного размера. Если они все будут разные, очень некрасиво. аккуратно все это снимаем и закрываем до конца. Обычное закрытие косички, самое простое. Вот что у нас получается. Совершенно замечательная передняя часть туники. Она еще деформирована, потому что вискоза очень усаживается и деформируется при влажно-тепловой обработке. Поэтому, когда я ее закончу вязать, я ее всю намочу и лежа высушу. И она примет свое положение согласно ранее связанному образцу. Скажем так. Вот получается наш совершенно чудный край. Вот просто как будто бы обработан крючком. На самом деле это машинка. Все получилось просто замечательно. Внизу то же самое. Это все уляжется после того, как мы все выстираем, разложим. Вот наша чудная совершенно отделка бусинами. Бусины сейчас выглядят не очень презентабельно. Все потому, что, как я уже сказала, что здесь висят эти ниточки, которые мы подтянем после того, как изделие будет уже высохнет после обработки влажной и примет свою естественную форму. Тогда мы подтянем эти ниточки и закрепим их по краюшкам, пока они вот в таком виде и будут неприличным лежать. Вот так вот высовываясь. Но все замечательно. Теперь наша задача провязать точно такую же часть до уголков. Вот до сюда от начала выполняем ту же самую операцию до уголка. Только я так думаю, что на спине мы бусинами украшать уже не будем наше изделие. Мы сделаем ровную спинку, к которой привяжем лямочки. Вот то, чего мы сейчас будем делать. Но это совсем просто и совсем быстро. Главное правильно начать изделие наше, как мы уже делали филеевым способом. Провязываем тот же самый рисунок и заканчиваем у начала вывязывания уголочков. Все очень просто и очень быстро. Кстати, при вязании спинки мы тоже можем сделать уголки, но поменьше, чтобы обозначить места, за которыми будем цеплять лямочки. Это даже интереснее, потому что спинка будет поддерживаться именно в этих местах. Она не будет вытягиваться. То есть, если мы просто за спинку где-то подцепим лямочку, она может деформироваться. Если у нас будут вот эти уголки, только маленькие, само собой, очень маленькие, нам будет за что прицепить уголок один и другой, подшить их, и мы получим совершенно замечательную лямочку на замечательные туники. Поэтому вывязываем все то же самое, уголочки, только совсем маленькие, совсем маленькие со спины. Только чтобы их обозначить. Завязочки можно сделать совершенно любые. я привязала шнуры, видите, к острым кончикам наших уголков. Здесь остается ниточка, ее аккуратненько подошьем, когда мы все это постираем, будем укладывать изделие, все подправим, все подошьем, как раз ниточка осталась. Как я делала этот шнур? Шнур, то есть, туника будет на завязках. берете лицо от себя, за протяжечки остренького края одеваете 3-4 петельки и провязываете какое-то количество рядов. У меня на такой шнур ушло 130 рядов. И просто закрываете. Вот, за кончик завязали и провязали. Вот мы пришли лямочки. Сейчас моя задача шить по боковому шву обе детали, то есть, кладем лицом к лицу. по одной петельной дорожке. Очень аккуратно. Оставшаяся ниточкой забираем эту нитку, не надо разводить хвосты, это совсем не нужно. Очень тихонечко, аккуратно за один петельный столбик. Сильно растягивая полотно и сильно натягивая шов, для того, чтобы у меня при сшивании, после того, как я сошью, не видно было места сшивания. Кто очень сомневается в своих силах, можно шить на вязальной машине. То есть навесили одно полотно на иглы, навесили второе, закрыли косичкой или удобным способом, пересадками, как вы закрываете. Можно, в конце концов, и иголкой, но иголка все равно не дает такого ровного красивого шва, как петлю ловителя, как крючок. Поэтому закрывайте, как вам нравится. Кто-то может даже на швейной машине, я слышала, такие страсти закрывает, но вот категорично против применения швейной машины в вязаных изделиях. Это особые случаи, когда там идет уже совмещение несовместимого, вот там швейная машинка подойдет. Вот в таких вещах ни в коем случае. Берем полотно, крючок, обязательно скалываем булавочками, совмещаем оба края. Если есть какие-то полосочки, рисунки, совмещаем рисунок, потому что некоторые машины могут давать перекос полотна. Вот мы этот перекос сейчас во время зашивания убираем, чтобы у нас все было ровненько. И за один петельный столбик. Некоторые делают за одну протяжечку, не надо. Вот одна протяжечка, она, видите, она слишком свободная, слишком жидкая. Вот если я возьму петельный столбик целый, одну петельку целую, видите, мне так уже не растянуть. Будет гораздо лучше смотреться изделие. И продевая петлю ловитель в один петельный столбик, во второй петельный столбик, захватывая ниточку, протягивая, делаю петлю. Сильно натягиваю вязание, сильно натягиваю петлю в петлю ловители, изо всех сил тяну вот так вот. И изо всех сил натягиваю это все, зашиваю. Все на самом деле очень просто. Если вы не часто это делаете, потренируйтесь на связанных кусочках такой ткани, свяжите и потренируйтесь, чтобы у вас шов был идеальный. Чем лучше шов, тем качественнее изделие, потому что бывает, выполняют очень красиво, шапку вяжут, и получается сзади безобразный рыхлый шов. Это недопустимо. Шов должен быть таким, чтобы его было практически не видно. Залог этого натягивание ткани при нашивании нашего изделия, натягивание, видите, я тяну, и натягивание нити. Сильно крючком тянем. Вот тогда нашего шва при раскрывании и раскрытии изделия видно не будет. Так, мы сшиваем два шва по бокам и идем стирать нашу кофточку. Стирать в прямом смысле ее не надо, ее надо намочить и просушить. Она должна принять нормальный вид, потому что сейчас она деформирована. Образец у меня был совсем не такой, она должна соответствовать образцу. собственно тем меркам, по которым мы вязали. Полотно вытянется, вискоза очень сильно деформируется после стирки, поэтому сейчас шить, намочить, высушить и будем с вами убирать бусины. Вот наш топик практически готов. Все очень хорошо, замечательный совершенно край сверху и снизу. Отделка сказочная очень напоминает крючок. Но вы видели, что это не крючок, это все на вязальной машине цельным полотном связано. Спинка все очень хорошо сидит, очень замечательно смотрится. Теперь нам нужно сделать два дела. Во-первых, затянуть наши бусины, которые безобразно болтаются после того, как уселась ткань, уселась по своему естественному размеру, и разобраться с этими лямками. С лямками такая. Такой момент можно вот эти две лямки оставить, связать узлом, бантиком и носить как украшение. То есть, это дополнительное украшение. На кончике, на хвостике бусина, у нас бусина здесь, бусина здесь, все замечательно смотрится. Убрать ниточки, бантик и на плечах бантик. Если вы планируете одевать топ под пиджак или под куртку, под что-то такое, под какую-то вещь, бантики не нужны, они будут только натирать плечо. Поэтому мы убираем один хвост, по месту одеваем этот топик и корректируем величину лямки на ту длину, которая нам нужна. И просто вместо обратной лямочки подшиваем вот эту. Делаем цельную лямку по месту, то есть, чтобы мы уже вообще никогда не думали, одели и побежали. Лямочка по размеру. Два варианта. Оформляйте как вам надо. То есть, можно даже одну лямку сделать, а вторую оставить на завязку. Это вообще интересно. Завязывать можно не только на плече, но и вот здесь вот и сзади, кстати, чтобы сзади бант был и спереди, и посередине плеча, и как угодно. И бант большой, и маленький. Сделайте толстые лямки, широкий бант. Все, все, все замечательно, все можно, как угодно. Подшить лямочку изнутри, потому что, видите, я ей подшила к петелькам, и завязка, то, что мы закрывали петли, немножко отходит. Вот видите, они нагибаются. Поэтому их аккуратненько подшиваем. У нас как раз тут болтаются ниточки. Вот, мы начинали вязать лямку, нитка болтается, вот этой ниточкой я могу тихонечко подшить косичку верхнюю к лямке. Она будет все время стоять наверх и никуда не будет отваливаться. А так она, видите, отходит немножко. Это не страшно, но можно вот закрыть вот эту вот некрасивость. Так, теперь по поводу бисера. Бисера, бусин, пуговок, все, что угодно, все, что мы тут надели. Видите, они безобразно болтаются. Самое лучшее, что можно сделать, одеть, опять же, на себя и затянуть эти ниточки по месту. Причем, смотрите, бусины, которые я показывала для машины с прокладкой ручной, нижняя, они сели идеально, они не требуют подтяжки. Подтяжки требуют бусины, которые у нас находятся, которые я показывала для машин с нитиводом. Они требуют подтяжки, поэтому берем хвостики ниток, которые у меня тут висят и затягиваем их по месту. Видите, они все прекрасно подтягиваются, бусины ложатся на место, бусины эти легли, эти легли, и с изнанки это все подтянули. Лучше делать на себе. Еще раз повторю, я вам показываю здесь, потому что мне нет возможности показать на себе, иначе будет непонятно, красиво. вот здесь вот еще не улегло сейчас, где мой хвостик. Подтягиваем аккуратненько, главное аккуратно не перестараться, не перетянуть. Все это подтянули, подтянули сверху, подтянули снизу, завязали узелок. Здесь вот я сейчас аккуратно еще подтяну, просто вам показываю, мне неудобно стоять сбоку. Вот, получается очень ровный ряд. Здесь очень ровный ряд получится, здесь, потому что с этой стороны вытянулось, с этой стороны надо еще немножко подтянуть, подкорректировать аккуратненько. Если где-то что-то застряло, оно могло ввязаться. У меня вискоза с хлопком очень волокнистая, вполне могла одна из волокон попасть в завязку другого ряда, и вот оно застряло, поэтому аккуратненько поправляем, убираем все ниточки, какие только у нас тут все края, разбираемся с лямками и и носим совершенно чудный топ. Главное, очень быстро, просто и легко. И выбирайте, естественно, пряжу легкую, летнюю, то есть не берите синтетику голую, но и не берите чистый хлопок. Поменьше акрила сюда, вот вискоза с хлопком самое-самое то, очень легко вяжется, очень мягкая и приятная к телу пряжа, получается сказочная летняя вещь. можно носить летом, можно носить под пиджак, можно носить как угодно. вот вискоза, вот вискоза, вот вискоза, вот вискоза. Субтитры создавал DimaTorzok